В октябре месяце стало известно, что она перестала людям платить суммы, выяснила, что салон закрыт, хозяйки нет и ответственности за все происходящее никто не несет. То есть если у человека действительно что-то случилось и он в меняемом состоянии, то он как бы может через соцсети как-то обратиться ко всем людям, к ее клиентам, которые сейчас вот тут стоят мерзнут, что допустим у меня какая-то ситуация, объяснить, чтобы мы тут не собирались и не стояли. Человек это не делает. Вот узнали информацию, она доступна о том, что ИП Абрамова НГ ликвидировано 11 октября, а ООО Ломбард Наталья, то есть юрлицо, находится в стадии ликвидации. То есть это ясно и понятно, что человек готовился к данному виду мошенничества. Клиент Абрамовой Натальи Геннадьевны, ИП было, дала деньги под залог ей, под проценты. Почему такой ажиотаж? Так она не отдает, взяла, когда у нее все закрыто было, она у меня деньги взяла под проценты. То есть вы не знали, что она уже... Конечно не знала, сидела, улыбалась, принимала деньги. Мы писали все заявления, милиция говорит, что дело будет уголовно возбуждено, конечно же. А как оно будет развиваться, потому что человек, он получается скрывается, он разумно скрывается. Вот. И где достались родственники? Родственники, да, доходит до нас информация от родственников прямых, что якобы у Натальи, то есть собственника этого помещения на данный момент, проблемы с сердцем очень сложные, и она скоро умрет. Вот так доносится информация. К чему это говорится? Возможно, чтобы подготовить людей о том, что человек действительно в нашей стране, мы все прекрасно понимаем, что делается все легко и просто. То есть за одну сумму денег, которую она поймела от нас, можно умереть, вы сами понимаете, и воскреснуть, да, либо стать невменяемым.